Продолжение следует... 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 По нашему отказу. Да, но вот в связи с электронным документоборотом такой работы становится больше. Раньше закрывали глаза на какие-то ошибки? Раньше как-то Наталья, например, возьму то же самое имя, считалось как одно и то же имя, и документы воспринимались в других органах, так скажем. А сейчас уже нет. Если где-то разночтение документов, этот документ уже не принимается. Искажение фамилии в советское время происходило? Да, много таких. Но у нас архив у города молодой, у нас архив с 50-го года, нам как-то попроще. А вот, например, если возьмем Кувергазинский район, там у них архив более такой уже старый, у них таких дел становится больше, чем у нас. Регистрация брака в ЗАГСе ведется? Можно тоже статистику рассказать? Да, регистрация брака ведется у нас. Оно ведется у нас на двух языках, на русских и на башкирских языках. И хочу сказать, что вот в этом году цифры нас не порадовали. Браков у нас меньше даже на 157, чем в 2015 году. И на 177 меньше, чем в 2014 году. Общее количество браков у нас в этом году всего 386. Но вот такую отрицательную динамику с чем можно связывать? Экономический кризис, оказывается, или рожденный в 90-м году? Да, вот оно, наверное, я думаю, рожденное в 90-м году, потому что эта статистика такая не только по городу Кумерто, а по всей республике у нас так, даже по всей России. Количество браков уменьшается. Ну вот, знаете, раньше были предпочтения, красивые цифры, даты выбирали. Сейчас 14 февраля, да, день всех влюбленных. Какой-то бум будет в ЗАГСе? В ЗАГСе бума нет. У нас, знаете, бум когда был? 17 января 2017 года. Это был в среде недели. И мы регистрировали 7 пар. Вот это было как-то неожиданно. 17.01.17. Вот так они объясняли свой выбор. А вот на 14 февраля или забыли, или не хотят. Всего одна пара подала заявку. Нас ожидает зритель на телефоне 226-99. Добрый вечер, пожалуйста, говорите. Добрый вечер, я хотел задать такой вопрос. На регистрацию подавать заявление можно через интернет? Спасибо. Заявление через интернет подавать нельзя. Можно дать заявку. Нам вот до этого было указание, чтобы мы заявку принимали за 3 месяца. Буквально вчера мы уже получили письмо с Госкомитета РБ по делам юстиции, что мы имеем право принимать предварительную заявку уже за 1 год. Поэтому электронной заявкой нужно подавать через сайт Госкомитета РБ по делам юстиции. Нужно зайти на этот сайт. Там вы находите регистрацию актов гражданского состояния и находите предварительную заявку. Заполняйте и отправляйте на наш электронный адрес. После того, как вы отправили нам заявку, мы эту заявку отрабатываем и вам даем ответ в течение 3 рабочих дней. И приглашаем, когда нужно будет подавать заявление на регистрацию брака. То есть на подачу заявления брака обязательно нужно прийти. Заявление мы принимаем за месяц до регистрации брака по закону. Какая-то особая процедура, особый день недели под заявление отводится? Или это в любой будущей день? От даты зависит, на какую дату они планируют. Например, если они планируют на 20 февраля, грубо говоря, то 19 января, последний день подачи, это будет 19 января на 20 февраля. Вот так идет. А заявку подавать уже можно. Пожалуйста, подавайте, мы будем их принимать. На летние месяца сейчас наверняка подают заявки. Да. Вот 2-3 пары, которые до этого подавали заявку, мы им отказали, потому что у них было больше 3 месяцев. Но вот сейчас они уже внесли изменения в положение. И нам дали указание, чтобы мы уже принимали заявки раньше, чем на 1 год, получается. То есть до декабря месяца можно подавать заявки. Вы сказали, что 17 января был такой неожиданный бум. 17-е, 01-е, 17-е. И это был рабочий день. То есть можно регистрировать брак в любой день, получается? Получается, теперь да. Вот они подают за месяц заявление. Если у них особое желание именно в какой-то день, несмотря на это не пятница, не суббота, а во вторник, среду, четверг, мы имеем право регистрировать браки. А с просьбой организовать какую-то выездную регистрацию обращаются? К нам обращаются, но у нас нет таких прав. Мы на госслужбе, поэтому все выездные регистрации у нас организовывают, так сказать, ведущие тамада. И они регистрируют браки. Но пары, которые регистрируют выездные регистрации, они документы также получают у нас. Заявление подают также за месяц в отдел ЗАГС. И документы, свидетельство о заключении брака, они получают у нас. То есть где-то на выезде уже это происходит, грубо говоря, имитация для гостей? Имитация, но как шоу. Я воспринимаю это как шоу. Все понятно. Ну, шоу должно, наверное, продолжаться всю жизнь, но иногда бывает, что пары распадаются. Бывают, да не то, что бывают, а очень много пар распадаются. Вот у нас, если браков было 386 в 2016 году, а актов расторжения брака 294. Это очень-очень много. Актов о расторжении брака в 2015 году было 282, в 2016 году 294. Растет. Акты о расторжении тоже растут. Но это ведь не те браки, которые были зарегистрированы в этот же год? Нет, нет, нет. Это не те браки. Это те браки, которые уже прожили в браке в основном от 5 до 12 лет. Вот мы статистику производим, мы у себя тоже анализы делаем. Это вот молодые пары в основном. Бывают, конечно, даже те пары, которые прожили в браке 30-35 лет, расторгают браки. Но это редкие случаи. Их очень-очень мало. Айгуль Сагит, допустим, в субботу зарегистрировали, а через месяц уже приходят, говорят, ну вот ошиблись немножко, не сошлись. Бывают такие случаи? Такого вот, особенно такого случая не было, но есть пары, которые даже не живут, один год даже не живут. Вот такие пары есть, к сожалению. Их немало. В год, наверное, таких набирается где-то 5-6 пар, которые очень-очень мало прожили в браке. Но есть пары, которые живут и по 50, и по 60 лет. И я знаю, что вы такие пары особым образом отмечаете. Мы очень их любим, мы очень их ждем. Вот эти у нас золотые юбиляры, бриллиантовые юбиляры. К сожалению, пар у нас проживших в браке 70-75 еще мы не чествовали. Да, мы чествуем юбиляров, которые прожили в браке 50, 60, 70 и 75 лет. И пользуясь случаем, хочу пригласить наших золотых бриллиантовых юбиляров подать заявление в отдел ЗАГС, чтобы мы их чествовали в течение года и поздравляли, и делились вместе с ними их радостными. Айгуль Сагит, ну и, наверное, хотелось бы, чтобы вы рассказали, каков у вас регламент, как вы работаете, график. И в каких случаях можно не приходить в ЗАГС, а обратиться, допустим, через МФЦ? Мы работаем, у нас особый график работы, я хочу сказать. Воскресенье, понедельник у нас выходной, вторник, среда, четверг, пятница, суббота у нас рабочий день. Но по пятницам, по субботам у нас в основном регистрации браков. И те люди, которые хотят получить повторные свидетельства по утере, например, и справки, они могут обратиться через МФЦ. В связи с тем, что мы работаем до шести, а МФЦ работает до восьми, гражданам, мне кажется, удобно будет обратиться через МФЦ. Ну и совсем скоро город будет отмечать юбилей. Я знаю, что созревает сейчас такая инициатива юбилейного ребенка. Вычислить, может быть, это будет 100-тысячный или 150-тысячный, родившийся в Кумертаву. Отделу ЗАГС легко будет такую работу провести, чтобы почитать, сколько же за 70 лет в городе Кумертаву родилось детей? Ну, у нас архив с 50-го года, и весь архив у нас уже мы набили в электронный архив. То есть все акты, которые у нас есть в бумажном варианте, они также у нас и в электронном варианте, все они хранятся. Поэтому посчитать нам будет не тяжело. Мы это с удовольствием сделаем. Айгуль Сагитовна, я благодарю вас за то, что вы нашли время, пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Сегодня у нас в студии была начальник отдела ЗАГС города Кумертау, Госкомитета Республики Башкортостан по делам юстиции, Айгуль Сагитовна Идрисова. Это была программа «Гость студии». Спасибо, что были с нами. До встречи. Продолжение следует...